они приняли смерть во Христе, они умерли ради Иисуса Христа. Почему они не отпадали? Почему они не отрекались? Послушайте, задумайтесь над этим. Почему? Потому что у них было откровение Бога. Для них Бог не был просто какой-то идеей. Он для них был живой реальной личностью. Возлюбленные братья и сестры, Бог для нас будет живым и реальным, если у тебя будет откровение Бога. У тебя должно быть откровение Бога. Скажи своему ближнему, у тебя должно быть откровение Бога. Тебе необходимо получить слово от Бога. Аминь. Если у тебя этого не будет, ты в опасном положении. Дом нужно строить на камне. Этим камнем является Слово Божье. Это откровение Божье. Тебе необходимо получить откровение о том, что Бог живая личность. О том, что Он реальный. Вы знаете, убеждения человека могут поменяться, откровение не поменяется. Если у тебя есть Слово от Бога, оно неизменно. Ты будешь держаться за Него. Когда меня, мои родители, отец, конкретно отец, пытался разубедить, пытался доказать, Бога нет, Бога нет, Бога нет. Я говорил, я знаю, и Скупитель мой жив. И поэтому я в церкви. Поэтому я до сих пор стою на этом месте и проповедую Евангелие. Потому что Бог реальный. Я в это верю не из-за того, что мне человек сказал. Не из-за того, что я знаю какую-то особую информацию. Из-за того, что в мой дух попало Слово Божье, откровение от Бога. Во время Советского Союза, братья и сёстры, что было? Было гонение на церковь. Церкви скрывались, христиане прятались, тайком молились, тайком водное крещение принимали. В каких-то болотах посреди ночи, чтобы никто их не видел. КГБ гонялось за верующими людьми. Была уголовная статья. 15 лет лишения свободы за инакомыслие, специально для верующих людей. И они не отрекались от этого. Они не отрекались от Иисуса. Они говорили, или отрекайся, или в лагере на 15 лет. И люди осознанно шли. Послушайте, это могут делать люди, у которых есть откровение о Боге. Сегодня смотришь, ветер подул, легенький, легенький, бриз, бриз, легенький ветерок. И человека уже издуло из церкви. В чем проблема? Откровения нет. Откровение делает тебя основательным человеком, непоколебимым человеком. Я желаю видеть людей непоколебимых. Тебе нужно молиться, искать Бога до тех пор, пока ты не переживешь встречи с Ним. Пока ты не получишь уверенность, убежденность от самого Бога, что Он живой, Он реальный. Аминь. Убежденного человека можно переубедить, но человека, у которого есть откровение, не переубедишь. Я желаю, чтобы вы имели откровение. Аминь. Нам надо откровение от Бога. Аминь. Аминь. Второе. Очень важно нам иметь откровение о спасении семьи. Это настолько важно. Возлюбленные братья и сестры. Я считаю, что если ты спасен, это для тебя должно быть одно из первых. Нам надо иметь откровение о спасении наших родных и близких. Когда я покаялся, когда я уверовал, я читал Библию, я молился, и я получил откровение. Я спасен, моя семья будет спасена. Все. Для меня этот вопрос был решен. Для меня не имело никакого значения, что они говорят. Они спорили, они доказывали, они высмеивали меня. Я знал все. Куда они денутся с подводной лодки? Никуда. Они будут там же, где я. Они будут в церкви. Я вам однажды так сказал. Я был абсолютно спокоен. Почему сегодня еще наши родственники у некоторых не спасены? Идут годы. Возлюбленные братья и сестры, позвольте я вам сказать. Будет тебе по слову Господа. Тебе надо слово от Господа о спасении твоей семьи. Слышите? Это не должно быть просто на уровне знаний. Я считаю, что это важный момент. Это не должна быть просто информация в твоей голове. Спасусь я весь дом мой. Тебе нужно откровение. Тебе нужно искать Бога и вымолить, и получить от Господа слово. Все. Вопрос решен. Когда мне Бог дал это откровение, мне абсолютно не волновало, что говорят папа, мама, брат. Я знал в своем духе. Все. Вопрос решен. Точка. Не запятая. Не знак вопроса. Точка. Вопрос решен. Они все будут в церкви. И я был спокойный от отчет. Прошло немножко времени, они все спаслись. Возлюбленные братья и сестры, если ваши родные и близкие не спасены, молитесь и получите слово от Господа. Мне понравилось свидетельство, которое рассказывал наш старший епископ Андрей Георгиевич Тищенко. Он говорит, когда он еще был не спасенным, его бабушка молилась. И она по несколько часов каждый день взывала к Богу. Боже, спаси мою семью. Спаси мою семью. Спаси мою семью. И ей пришло слово от Господа. Все твои родственники будут служить Господу. И она перестала молиться. Вопрос решен. Она получила слово от Господа. Все. Вопрос решен. Вы слышали уже не раз эту историю, но поскольку я говорю, об этом вопросе о спасении семьи, я привожу этот пример. Когда она говорила, Андрюша, пойдем в церковь. Он говорил, баб, в твою секту в жизни не пойду. Она просто хлопала его по плечу, улыбалась, кивала. Говорит, да, 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 да. Он говорит, меня это обезоруживало. Я понимал, что все, я обезоружен. Я ничего не могу сказать. Я не понимаю, откуда у нее такая уверенность. Она говорила так, что все, все, мне нечего ответить. Он говорит, и прошло какое-то время. Я пришел, я покаялся, я уверовал, и я служу Богу. Его дети служат Богу. Слава Иисусу Христу за это. Драгоценные братья и сестры. Это важный момент. Если ты спасен, если ты спасен, твоя семья должна быть спасена. Твои дети должны быть спасены. Твои внуки должны быть спасены. Ты не должен к этому относиться как-то безразлично, равнодушно. Молись к Богу каждый день об этом. Обзывай к Богу об этом. Чтобы Бог привел твоих родных и близких к себе. Чтобы они познали Бога и получили спасение. Потому что жизнь вечная намного важнее, чем какие-то блага на земле. Твои родители, дети, внуки могут быть самыми лучшими людьми на земле. Знаете, как Андрей Георгиевич рассказывал. Пришла мама и говорит, вот помолите за моего сына-наркомана. Он говорит, хорошо, давайте помолимся. Говорит, а что другой сын? Она говорит, а он не наркоман, за него молиться не надо. Он говорит, так подождите, он верит в Бога или нет? Нет, он в Бога не верит, но за него молиться не надо. Эй! Вечная жизнь, это не жизнь на земле. Наша жизнь на земле по сравнению с вечностью, это полный, абсолютный нуль. Слышите, сколько бы это ни было, год, десять, сто, даже если бы мы тут тысячу лет жили, в сравнении с вечностью, это нуль, полный, абсолютный нуль. Потому что вечность это то, что никогда не закончится. Мы должны ревновать о спасении нашей семьи. Поэтому молитесь, это должна быть одна из самых главных ваших нужд. Спасение родных и близких. Каждый день молитесь, ищите возможности, не будьте равнодушны к этому. Если ваши дети идут в ад, если ваши братья, родители идут в ад, ревнуйте об этом, молитесь об этом. Могу я вас слышать? Аминь. Аминь. Молитесь об этом. Нам необходимо откровение о семье, о муже, о жене, о том, как строить семью, о детях. Жена должна иметь откровение о том, что муж глава. Так много верующих женщин посещает церковь, и у них нет этого откровения. Слово Божье нам дано для того, чтобы нас благословить. Аминь. Слово Божье дано не для того, чтобы нас загнать, знаете, в какие-то рамки, кандалы, поработить нас. Оно для нашей пользы. Аминь. Скажи ближнему, Слово Божье для твоего блага. Чтобы благословить тебя. Аминь. Я знаю верующих жен, которые стремятся быть главой семьи. Но это не Божий порядок. Мне понравилось, как однажды одна сестра свидетельствовала. Она вышла замуж. Она так радовалась. Она говорит, Аллилуйя, Божье, я замужем. Аллилуйя, Аллилуйя тебе. Бог говорит, ты замужем. А она такая, да, Господь, о, я замужем. Он говорит, не, 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 ты не поняла. Ты замужем. Муж твой глава. Ты должна его слушаться. Ты его должна поставить над собой. Некоторым женам надо иметь это откровение. Недостаточно просто знать это в своем разуме. Иначе ты не будешь следовать замужем. Некоторым мужьям нужно получить откровение, потому что они глава в своей семье. Аминь. Аминь. Некоторым мужьям нужно получить откровение, чтобы любить своих жен. Аминь. Как Боб Ларсон, я был на одном служении. Женщина освобождалась. Он позвал мужа и говорит, так, ты как муж, как глава семьи, сейчас прикажешь дьяволу уйти. И говорил, Боб Ларсон говорил молитву, а муж повторял. Потом Боб Ларсон остановился, посмотрел на него. Он говорит, здесь есть одна проблема. Ты смотришь на свою жену, и ты видишь ее дьяволом. Он говорит, это неправильно. Он говорит, ты должен любить свою жену. Он говорит, уважаемые братья, вы должны научиться любить своих жен. Тогда он такое как бы сделал остановочку и немножечко поделиться. А жены должны слушаться своих мужей. Им надо откровение об этом. Аминь. Что Библия говорит относительно детей. Дети, почитай отца и мать. Почитайте отца и мать. Почитайте отца и мать. Один верующий брат сказал, дайте, и я почитаю. Нет, не об этом сказано. Это значит, проявляй уважение. Один человек мне сказал, ну ты уже не ребенок. Жеребенок. Нет. Я говорю, я, я ребенок. У меня есть папа и мама здесь на земле. Значит, я ребенок. И не имеет значения, сколько мне лет. Я ребенок. И я должен почитать отца и мать. Вы знаете, в определенный момент я получил откровение. И я пересмотрел мое отношение к родителям. Радикально пересмотрел. Я стал к ним относиться как к господам. И я стараюсь к ним проявлять уважение не только в моем каком-то послушании или в том, как я реагирую, как я с ними разговариваю, но и деньгами, какими-то благами. Я звоню маме недавно. Я говорю, мамуля, надо тебе что-то? Что тебе надо? Не балуйся, не буянь. Что ты? Это ветер. Ветер? Мама. Почитай отца и мать. Почитай. Помните, Иисус упрекает фарисеев, говорит, вы заменили заповедь Божью вашим преданием. Кто скажет отцу или матери, карван, то есть дар Богу, то, чем бы ты от меня пользовался, тот может уже не почитать отца и мать. То есть другими словами, Иисус говорит, почтение к родителям, это не только слова, это не только твои отношения, но и что ты можешь сделать для них? Ты можешь помочь? Помоги, прояви таким образом почтение. Ты можешь просто продукты какие-то купить. Особенно для нашей страны это очень актуально. Прояви почтение. И Библия говорит, будет благо тебе, будешь долголетен, ты будешь благословен. Мы должны иметь откровение от Бога. Это для нашей пользы, это благословить. Слово от Бога благословит нас. Мы должны с вами обогащаться Словом Божьим, любить Слово Божье. Псалом 118 говорит, я люблю откровения твои. Я радуюсь, как получивший великую прибыль. Эй, почему псаломопевец радовался, словно он получил великую прибыль? Да потому что от откровения прибыли больше, чем от каких-то материальных благ. Если ты получишь откровение о почтении к родителям, Бог тебя будет благословлять. Аминь. Некоторые верующие дети, они не проявляют почтения к родителям. Унижают родителей, оскорбляют родителей, критикуют родителей, высмеивают родителей. Знаете, что говорит Библия? Проклят. Не говори нам этого. Да, но Библия говорит, что проклятие на тех, кто не проявляет почтения к родителям. Да, кто злословит отца или мать. Светильник того погаснет среди глубокой тьмы. Кто-то хочет, чтобы это было в его жизни? Нет. Никто? Проявляй почтение к родителям. Скажи своему ближнему, проявляй почтение к родителям. Проявляй почтение к родителям. Нам необходимо откровение об этом. Слышите? Братья и сестры, недостаточно знать. То, что написано в Библии, это слово Логос. Римлянам 10.17. Вера от слышания Слова Божьего. И там используется слово Рэма. Рэма – это то слово, которое Святой Дух сказал в твой дух, в твое сердце. Это и есть откровение. Нам необходимо откровение. Мы с вами живем, поступаем, делаем. То, в соответствии с чем у нас есть откровение или нет откровения. Либо мы строим по плоти своим мирским мышлением, либо на основании Божьего Слова. Нам надо слово от Господа. Если у тебя есть слово от Господа, ты будешь здоров. Ты будешь благословен. Твоя семья будет благословена. Твои финансы будут благословены. Если тебе надо исцеление, тебе надо слово от Бога. Если ты получишь слово от Бога, ты будешь здоров. Псалом 106, 20. Послал слово свое и исцелил их. Бог исцеляет, говоря слово. Нам надо откровение от Бога, и ты будешь здоров. Мне очень понравилось свидетельство, которое рассказывал наш старший пископ Андрей Георгиевич Чищенко. Он говорит, Одна женщина, которая посещает церковь, у нее, в общем, я не знаю деталей, что-то было по-женски. И она делала операции, целый ряд операций, несколько. И врач, который оперировал, он в конечном итоге вырезал ей все женские органы. И он ей сказал, у вас, драгоценная, никогда не будет детей. Она была молодой. Она была молодой. Она пришла к пастору, и говорит, пастор, я молодая. Ну так получилось, были операции, мне все вырезали. Я хочу иметь детей, но все, мне нечем рожать. И Андрей Георгиевич сказал, есть ли что невозможное для Господа? Невозможное человеком возможно Господу. Он говорит, закрой глаза и представь в своем сердце. Кого ты хочешь? Она говорит, девочку. Представь девочку, красивую, умницу, с которой ты ведешь школу, там в первый класс, представляй, представляй, и получи слово от Господа. И она ушла вдохновленная, воодушевленная. Она получила слово от Бога. У меня будет дочь. Прошло какое-то время. И вопреки всем прогнозам медицины, вопреки всем диагнозам, как Аня сейчас, с животиком, приходит к врачу, приходит, он на нее смотрит, он на нее смотрит, ты кто? Он мне так сказал. Он смотрит на нее, и она говорит, я беременна. Он такой говорит, дорогая, тебе нечем беременеть. Я у тебя там уже все вырезал давным-давно, тебе нечем беременеть. Она говорит, ну посмотрите. Он посмотрел, говорит, я не понимаю этого. Я этого не понимаю, этого не может быть. Это вообще ты или не ты? Может, ты сестра-близняшка, кто ты? Она говорит, это я. Вы мне делали операции. Она говорит, послушай меня, хоть ты и забеременела, но ты все равно не родишь, потому что у тебя такая ситуация, ты не родишь. Она сказала, рожу. И время шло, она ходила, ходила с животиком, ходила. Ходила с животиком. И она приходит к нему на очередное обследование. Он смотрит. Он говорит, ну что ж, ребеночек развивается хорошо, у вас мальчик. Но она-то верила Богу о девочке. Она говорит, нет, у меня, говорит, девочка. Он говорит, ну женщина, ну я же вижу, это мальчик. Она говорит, нет, вы не понимаете, это девочка. Он говорит, нет, это мальчик. Она говорит, девочка. Он говорит, послушайте, я не знаю, сколько там, 40 лет, предположим, уже у него опыт, он говорит, у меня 40 лет опыта, я за этим аппаратом уже столько сижу, у вас мальчик? Нет, девочками. И она родила девочками. И по сегодняшний день они ходят в церковь, и она счастлива. Возлюбленные братья и сестры, тебе надо слово от Господа. Аминь. Будет тебе по Слову Божьему. Будет тебе по Слову Божьему. Скажи своему ближнему утвердительно с верой. Будет тебе по Слову Божьему. Будет тебе по Слову Божьему. Будет вам по Слову Божьему. Тебе надо откровение. Тебе надо слово от Бога. И ты попрощаешься со своей болезнью. Ты не скажешь ей до свидания. Нет. Все. Она потеряет тебя, она забудет тебя. Слышите? Аминь. Тебе надо слово от Господа, и ты будешь здоров. Тебе надо слово от Господа, и ты будешь благословен в финансах. Аминь. Что Библия говорит? Благословение Господне. Обогащает. Молодцы. Обогащает. Оно не делает нищим. Слава Иисусу. Аминь. Аминь. Сказал так Алексей. Хоть бы зевнул вначале, а потом говорил. А то так... Возлюбленные братья и сестры, нам надо слово от Господа, нам надо откровение. Аминь. Потому что благодаря откровению в нашу жизнь приходит от Господа обладание. Вначале Бог говорит слово, потом действует. Аминь. Бог сказал Марии, и в итоге Мария родила. В итоге Мария родила. Нам надо откровение на самые разные вопросы. В той сфере, в которой ты желаешь, чтобы Господь действовал, ищи от Господа слово. Аминь. Ищи от Господа откровение. Потому что слово от Бога несет нам решение, несет ответ. Аминь. На основании слова Божьего мы должны строить свою жизнь. Это непоколебимый фундамент. И проблемы, трудности, с которыми каждый из нас столкнется, не приведут к твоему падению. Они приведут к... Это... Ну, ты устоишь. Аминь. Аминь. Так, это была первая часть, первая часть проповеди. Я проповедую, наверное, уже минут 45, да? Да. Минут 45. Я понимаю, что на вторую часть, по всей видимости, у меня времени просто не хватит. Я скажу тезисно сейчас 43 пункта. Три пункта тезисно. Возможно, мы в дальнейшем более детально об этом говорим. Как нам получить слово от Бога? Как нам получить откровение? Спасибо, что спросили. Хороший вопрос. Вы знаете эти простые, практические вещи. Об этом стоит поговорить более детально. Но я сейчас просто обозначу. Для того, чтобы получить слово от Бога, нам необходимо читать Библию. Вот зачем нам надо читать Библию. Может быть, ты прочитаешь Библию, один день будешь читать, второй день будешь читать, третий день будешь читать, и ничего. Но на десятый день, возможно, ты получишь слово от Бога. Я не знаю, когда оно выстрелит, когда оно загорится в твоем сердце, но ты его получишь. Если ты не читаешь Библию, ты себя отделяешь, отрезаешь от возможности получить слово от Господа. Нам необходимо молиться. Нам необходимо молиться. Бог говорит в молитве. Мы с вами знаем из Библии множество примеров. Например, молитва, которая привела к тому, что римские сотники, вся его семья, его родственники, друзья получили спасение. Как это произошло? Он молился. Слышите? Сотник молился. Бог услышал его молитву. Послал ангела. Ангел пришел и сказал, пойди позови Петра, Симона Петра. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь твой дом. Молись, и ты получишь слово от Бога. Скажи своему ближнему, молись. Апостолы, помните? Они служили Господу, они молились. И Господь проговорил, отделите мне Варнаву и Павла на служение, которому я призвал их. Они молились, они постились. Пост. Всем вам хорошо знакомая история, а может не всем. Даниил, он постился 21 день. Он хотел получить слово от Господа. Аминь. Слышите? Даниил хотел получить слово от Господа. И для того, чтобы получить слово от Господа, он решил, я буду поститься. Я буду поститься. Он 21 день постился и молился. И Бог пришел к нему, опять послал ангела. По-моему, опять Гавриила. И он дал ему великое откровение. Написано истинное, великой силы. И Даниил понял это откровение. Возлюбленные братья и сестры, постись. У нас должны быть регулярные посты. Я всем вам рекомендую раз в неделю поститься. Это полезно для твоего духа в первую очередь. Но позвольте вам сказать, это полезно для тела. Потому что обновляется твоя юность, когда ты постишься. Один японский ученый получил Нобелевскую премию. Знаете, за что? За то, что он провел исследование и доказал научно, что тело обновляется в юности, если человек раз в неделю поститься. Ну, там как бы не кушает, да, скажем так. Он там не использовал слово пост. Ну, не кушает человек день. Юность обновляется. Ну, конечно, на первом месте это откровение от Бога. Постись. Аминь. Поклонение. Мы с вами видим, что Бог говорил во время хвалы, во время поклонения. Помните, пророк Елисей говорит, позовите мне гуслиста. И гуслист начал играть, начал славить Бога. И пришло слово от Господа. Возлюбленные, братья, сестры, используй все, что есть в твоем распоряжении. Иди в дом Божий. Я многие откровения получил, посещая церковь, посещая, читая христианские книги. Наполняй свою жизнь духовной. Наполняй свою жизнь духовной. И в твою жизнь придет слово от Господа. Аминь. Аминь. Давайте поднимемся на свои ноги и помолимся. Аллилуйя. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за наше сегодняшнее собрание. Благодарим Тебя за эту великую честь и привилегию собираться во имя Иисуса. Мы почитаем Тебя как нашего Царя, как нашего Бога, как нашего Господа. Мы сегодня отдаем всю славу и всю хвалу только Тебе. Мы превозносим имя Твое Святое. Мы говорим да святится Твое Святое имя. Честь и хвала Твоему Святому имени. Благодарим Тебя Господи за Твое Слово. И мы просим Тебя пусть Твои откровения пусть Слово от Тебя приходит в наш Дух. Во имя Иисуса Христа. Господи дай нам Слово чтобы познать Тебя. Боже дай нам Слово для тех вопросов которые в нашей жизни есть. О семье о финансах о церкви. Боже давай нам Слово Твое хлеб насущный но всяким словом исходящим из уст Божьих. Господи мы нуждаемся в Слове Твое. Говори к нам научи нас слышать Тебе во имя Иисуса а мы даем всю славу только Тебе Отцу Сыну и Святому Думу и все скажем Аминь Слава Господу Иисусу Христову Присядьте пожалуйста на пару минут Возлюбленные братья сестры Это все в порядке